Это качото с горчичным семенем. Очень интересный вкус у сыра. Сыр – это древнейший продукт. Его варили тысячи лет назад, когда еще никаких не было присадок и примочек. Придерживаемся просто такой технологии. Об экопродукции с точки зрения жизненной философии и дополнительного источника дохода. Сегодня в программе. Посуда, формы, закваски, сычужные ферменты. Единственное, что оно не получится сразу. Далеко не сразу. Нет дня, чтобы я не занималась сыром. Если ты неправильно будешь ухаживать за сыром, то у тебя не получится тот вкус, которого ты ожидаешь. Фрукты и овощи без химии, хлебно-натуральные закваски, мясо и молоко без консервантов. Тема экопродукции с каждым днем становится все более популярной. Мы находим людей, которые делают для себя, в первую очередь, натуральные продукты. Когда уже семья накормлена, все знакомые накормлены, им хочется это каким-то образом продвигать дальше. Сейчас самое популярное – это Инстаграм. Картинка должна быть вкусной. Положить утром сыр на бутерброд – это правильно только с одной стороны. Там есть два вида сыра, которые можно так есть. Остальные сыры нужно есть как-то с фантазией. Это творчество. Это как на любой кухне, любая хозяйка, она все время что-то творит. Вот и я творю. И это яркий пример того, как творческий и ответственный подход к делу определил успех проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова